Августовская конференция в Туркестане началась перечисление проблем в сфере образования. Самое главное это отсутствие спортивных залов в школах. Не хватает и компьютерных классов, не говоря уже о доступе к интернету. Самое интересное то, что чиновники закупили школьникам гаджеты, а интернет провести забыли. 560 миллионов тенге выделено на компьютеры и планшеты, но есть проблема из-за отсутствия интернета. Это оборудование просто простаивает. Эти проблемы есть. Их скрывать мы не собираемся. Их нужно решать. И делать это нужно сообща. Проблем много. В этом году на ремонт и строительство школ выделено почти 24 миллиарда тенге. Мы уже готовим к новому учебному году открыть 22 школы. Остальные к 2020. Раскритиковали на конференции и качество образования. По словам главного педагога области школы Дарын, которые всегда считались одними из лучших в последнее время, демонстрируют низкие показатели. Директор школы на критику начальства ответил, что проведет работу над ошибками. Ну есть у нас проблемы, но мы их решим. Будем повышать качество образования. Начальством теперь дано задание. Я не могу сейчас конкретно назвать причины. Но мы работаем над этим. Мы постараемся наладить систему. А что именно нужно наладить, мы решим. В школах Туркестанской области в этом году ведут несколько новых предметов. Среди них бизнес-ведение, техника ИЗО, иммобилизация и эвакуация в предмете НВП. Последний из перечисленных решили вести после трагических событий в Арысе, чтобы дети знали на практике, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Мы вводим эти предметы не как основные, а как базовые, чтобы наши дети обладали навыками уже с детства. Мало того, что они изучают, тут нужен конкретный подход. В планах туркестанских педагогов наладить систему инклюзивного образования. Это когда дети с ограниченными возможностями учатся в обычной школе. По словам главы управления образования, не во всех школах области созданы условия для особенных детей. На конференции озвучили и проблему подростковой преступности. Рахимбек Жолаев назвал районы, где чаще всего происходят инциденты с участием школьников. Перечисляю районы, где показатели образования низкие. Сарага, Шкелес, Казыгурт и Сайрам. Здесь нужно приложить все усилия. Я призываю повысить уровень образования пока хотя бы до 70%, наблюдать за школьниками, вести контроль, предотвращать подростковую преступность и, наконец, контролировать ситуацию. Школьники южного региона показывают неплохие результаты. В прошлом году 138 школьников стали обладателями наград на республиканских и международных конкурсах.